Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с вашей проблемой. Вы пишите, что 5 месяцев назад вы родили второго ребенка. Ну, я вас поздравляю. В каких условиях, при каких обстоятельствах вы родили второго ребенка? Каково было ваше, скажем так, эмоциональное состояние при родении ребенка? Каковы ваши отношения с мужем? И так далее. Значит, дальше. Вы пишите. Сначала отношение к старшей дочери было нормальное. Здесь сразу нужно немножечко уточнить. Нормальное это какое? То есть, вот, что для вас является нормальным отношением. Далее. Значит, вы пишите, что, а сейчас она меня почти всегда раздражает. Раздражение, как вам уже сказали мои коллеги. Раздражение, безусловно, имеет определенную причину. И эту причину нужно определить. Причину нужно определить и в первую очередь работать над определением причины именно слабо. Это важный момент. Потому что то, что вы испытываете раздражение, это очень тревожный знак. Тревожный, потому что вы, получается, находитесь в определенном конфликте с собой. И этот конфликт, он как раз таки заставляет вас испытывать раздражение. Поэтому я здесь рекомендую вам для начала определить, с какого момента вы почувствовали раздражение на свою старшую дочь. И как оно, это раздражение на старшую дочь? У вас опредмечивается. То есть, если я говорю опредмечивается, я имею в виду, с чем оно связано конкретно. Вот с чем конкретно связано то, что вы испытываете раздражение на свою старшую дочь? Это вот первый момент. Далее, вы говорите, что иногда меня раздражает и младшая дочь. То есть, получается так, получается так, что ваши дочери не заперничают между собой в вашем восприятии. И одна из дочери, например, не крадет внимание у вашей младшей дочери. Если так, если это действительно так, то тогда проблема в вас. И проблема заключается именно в том, что вы неверно выстраиваете свою модель поведения по отношению к ребенку, к своему ребенку. И вот это то, о чем вам в первую очередь нужно подумать. Это самое главное. Если говорить о том, значит, что вам делать, то я бы рекомендовал в первую очередь заняться аналитом вашего, условно говоря, материнства. Зачем вы рожали, например, кто был инициатором рождения ребенка и так далее. Это важные моменты, о которых вам нужно как следует подумать. Потому что без них, без этих моментов вы не сможете для себя понять, в чем проблема вашего раздражения. Объективно же, раздражение является проявлением вашего конфликта, который опредмечивается в дочери, старшей, младшей и так далее. И именно через предмет, что меня раздражает других, мы не понимаем, что нас раздражает. Если бы мы понимали, что нас раздражает, мы бы, наверное, уже устранили бы вот эти вот симптомы, которые есть. Да? И вы устранили их. А так, получается, что мы этого сделать не можем, потому что мы не знаем, что нас раздражает. И не анализируем, не рефлексируем. И связано это опять же с тем, что вы, возможно, не бываете одна. Связано это, возможно, с тем, что вы, ну, вообще, все время пребываете в обществе того-либо и из-за этого вам, ну, вот так тяжело, трудно и так далее. То есть этот аспект, его тоже нужно обязательно проанализировать. Вот. Далее, как вам правильно указала моя коллега, что необходимо разгрузить, значит, вас как мать. Необходимо разгрузить вас как родителя. Для чего? Для того, чтобы вы выполняли другие роли свои, помимо материнства. То есть, чтобы ваша деятельность ограничивалась не только материнством. Чтобы ваша деятельность ограничивалась еще и, значит, другими, другими действиями, другими поступками, другими поведенческими моделями и так далее. То есть, вот это является также принципиально важной. И тогда мы можем с вами говорить о том, что рекомендации будут делиться на две части. Первая часть посвящена субъективному восприятию проблем. То есть, почему ребенок вас раздражает, ну, дети вас раздражают. С чем это связано? Какой конфликт проявляется именно в ребенке с вашей стороной? То есть, конфликт, который у вас есть, опредмечивается вашей дочери. Это первое. И важно. То не доча ответственна за то, что вы раздражаетесь, а вы, как вам правильно сказал другой мой коллега. Так вот, именно моменты, с которых началось раздражение, указывает вам на его ядро. Но пытайтесь уже сейчас расцепиться в мысли, что ни старшая дочь, ни тем более младшая не виновата в том, что вы раздражаетесь. И, соответственно, проявляя это раздражение по отношению к ним, вы практически всегда травмируете своего ребенка. Свои дети. Дальше. Следующий момент. Следующий момент. Следующий момент. Это анализ вашей деятельности. То есть, вашего свободного времени, вашего досуга и так далее. Здесь тоже нужно будет проанализировать, почему и как. Вы, например, не отдыхаете, вы, например, не меняете свою деятельность и так далее, и так далее. Может быть, это вскроет определенные проблемы уже между вами и вашими родными. Не детьми, а именно мужем, родителями, может быть, кем-то еще. Что, в свою очередь, будет подразумевать то, что вам нужно будет что-то менять в своем поведении и отношении к ним. Ну и, пожалуй, последнее. Это, как вам сказали, медицинское обследование. Медицинские какие-то показатели, факторы. Вот здесь вы, я полагаю, можете задать свой вопрос в медицине. Тем более, что вы его уже задавали. И даже вы выбрали там лучший ответ. Так что я полагаю, что вам это помогает. У вашего состояния могут быть совершенно разные причины, и их нужно анализировать. А вот так, по такой небольшой информации, можно дать только общие направления ваших размышлений, которые могут привести к обнаружению проблем. И вот именно обнаружение проблем, как таковых, поможет вам более четко сформулировать свой запрос. Иными словами, проблема не в раздражении, а в том, что это раздражение вызывает. Потому что раздражение само по себе, это всего лишь симптом, и не более одного. И без причинного раздражения в норме не бывает никогда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду растонуть, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!